Ну, наверное, любой тренер скажет, что есть проблемы и что-то не успевает сделать. Я не исключение. Первая проблема в том, что все футболисты пока еще в разном состоянии. Кто-то приехал в конце января, кто-то в начале февраля, кто-то сейчас доезжает. Были у нас и по болезням выбывали, и по травмам выбывали. Поэтому вот разное состояние это беспокоит. И плюс, конечно, очень большое количество травм. Вот еще с того года тянется много рецидивов. В моей карьере, честно, сколько лет работаю тренером, первый раз такое количество травм. Вот этот момент беспокоит. А так все остальное, ну, где-то, может быть, погода напрягала в январе, да, когда вот с утра минус был, ночью минус 15. Так, я считаю, все равно в целом мы вышли из положения и провели все сборы в Ириване. Если бы это не травмы, я считаю, был бы более доволен. А так все, что могли, я считаю, мы из этой ситуации выжили. И всю работу, которую планировали, сделали, все игры сыграли товарищеские. Я считаю, от игры к игре мы все равно где-то по качеству улучшали свою игру и ребята притирались. Ну, в целом, в целом, есть от чего испытывать позитив, оптимизм. Ну, во-первых, у нас, считаю, такой неплохой коллектив сложился. Можно сказать, больше наполовину команда обновилась и неплохой коллектив. Претензий по тренировкам нету, рабочая атмосфера. Все ребята, то, что мы предлагаем, выполняют. Надеюсь, что им эта работа нравится, и тот футбол, который мы хотим играть, нравится. Поэтому мы и с оптимизмом смотрели сеннюю часть. Единственное, вот эти моменты, они, конечно, пока беспокоят. Ну, здесь, опять же, любой тренер, любому тренеру хочется больше и лучше. Но, исходя из, все-таки, не секрет, что у нас, по меркам Армении, не самые большие условия. Финансовые. Финансовые условия, да. Что касается работы, можно сказать, идеальные. А вот именно финансовые условия здесь, наверное, нашему спортивному директору не просто пригласить на эти условия со стороны состоявшегося высококвалифицированного футболиста. Ну, и сейчас у нас вектор немного смеет и сместился, поэтому больше акцент на более молодых ребят. Поэтому, ну, в целом, я считаю, есть. Я доволен селекцией, доволен тем коллективом, который есть. И есть ощущение, уверен, что именно эти люди могут играть в тот футбол, который мы предлагаем. Это самое главное. Но, опять же, это зависит от еще четыре дня. Зависит, дай бог, тем здоровьем, кто сейчас тренируется, кто после травм уже восстановится. Есть такие игры, которые могут восстановиться. Поэтому есть костяк, он где-то, наверное, может быть, семь-восемь человек. Остальные две-три позиции, они так и плавают и зависит от здоровья футболиста. Ну, я считаю, морально в нормальном состоянии. Последняя игра показала, что у нас есть коллектив. Я почувствовал, по крайней мере, что есть коллектив. Поэтому первая игра навсегда, конечно, психологическое некое давление есть. Товарищеские игры – это одно, официальное – это другая история. Поэтому главное, чтобы мы плавно вошли в весеннюю часть чемпионата. Есть такой сдержанный оптимизм. Любая команда и тренеры надеются. Ну, «Арарат» – очень хорошая команда, много опытных футболистов. Крепкий у них костяк с того года остался. Поэтому легко нам точно не будет. У них произошло гораздо меньше изменений, чем у нас. У нас процентов на 70 поменялся состав. У них, по-моему, процентов 70 как раз остался с того года состав. Поэтому в этом плане нам надо даже тяжелее будет. Мы знаем уровень «Арарата» Армении, там футболистов. И, несмотря на это, счет был скользкий и мог завершиться ничью в любой момент. Могли забить «Арарат». Там и штангу попали они. И со стандартов опасность они не представляли. Поэтому, говорю, может быть, сейчас и нет нападающего. У них, да, играет полузащитник нападающий. Но это все равно очень опытная команда. И они не допускают простых ошибок и стараются извлечь максимум из своих козырей, что у них есть. Поэтому, наверное, самая главная сила – это их опыт. И костяк с того года сохранившись. Сила, надеюсь, в нашей игре, что проблески этой игры была. Надеюсь, что игра будет целостная, структурная. Организация, дисциплина – главная наша команда.